Достигай Израиль и весь мир Барухашем, возлюбленные, да будет благословенное имя Господне и мир вам! Синтия, я рад, что снова буду служить по книге «Песни-песни». Мы назвали этот цикл «Тайна песни-песни», и мы начнем его сегодня. Это моя самая любимая книга во всей еврейской Библии. А как тебе книга «Песни-песни»? Это загадочная книга, которая была дана столько лет назад народу Божьему. Она загадочна, потому что мы видим великого и славного Бога, Господа Всемогущего, Который создал Вселенную, но в то же время Он обращается к нам, своему творению, чтобы сказать, «Я хочу иметь близкие отношения с вами. Я хочу, чтобы вы знали Меня, и чтобы Я был в ваших сердцах». Я в восторге. Это удивительное путешествие к сердцу нашего Господа. Так и есть. Я буду говорить об этой книге как о путешествии к божественной любви. Если вы будете со мной возлюблены, в ближайшие несколько недель вы сможете отождествить себя Суламитой, главной героиней наравне с Царем Иисусом, в «Песнях Песни», вы увидите себя в этой истории. Милая, почему бы тебе не помолиться за наших зрителей? Спасибо, Господь. Мы подготавливаем наши сердца, открываем наши сердца, чтобы Ты пришел сегодня и открыл нам свои глубины. Я в восторге, потому что сегодня мы начинаем новый цикл, который называется «Тайны песни-песни». Книга «Песни-песни» часто называется «Песни Соломона». Но в ближайшее время я покажу вам, что правильнее называть эту книгу «Песня-песни», а не «Песня Соломона». «Возлюблены» — это одна из самых прекрасных священных книг во всем Слове Божьем. Многие не изучали ее, но знали ли вы, что когда древние мудрецы иудаизма размышляли над тем, что поместить в так называемый Ветхий Завет, в канун или тонах, то есть они изучали Писание и говорили, какие книги есть у нас, которые, как мы знаем, вдохновлены Богом. Они взяли эти книги и внесли в тонах. Церковь делала то же самое. У нас есть Новый Завет. Древние лидеры церкви собрались вместе и решили, какие книги должны входить в Новый Завет. Есть другие книги, которые не попали в Новый Завет. Например, «Евангелие от Фомы» и другие. Но когда лидеры Первой Церкви собрались вместе, рассмотрели все рукописи и книги, то выбрали те, которые были вдохновлены Господом. То же самое было и в еврейской традиции. Когда древние лидеры иудаизма решили, какие книги должны входить в Ветхий Завет или тонах, то возник вопрос о том, должна ли «Песнь песней» входить в него. Один из главных лидеров тех времен сказал, «Песнь Соломона» или «Песнь песней» не просто должна входить в еврейскую Библию. Это самая священная книга в еврейском Писании. А почему древние лидеры иудаизма считали, что «Песнь песней» была самой важной книгой во всем Танахе? «Песнь песней» содержит откровение о том, как сильно Бог любит нас. Я не говорю, что «Песнь песней» важнее Тора. Я просто пытаюсь показать, что древние лидеры иудеи считали «Песнь песней» святым святых Библии. А почему? Потому что мы находим откровение о Божьем сердце и его эмоциональной природе. Такого нет больше нигде в еврейской Библии. Эта книга лично касается меня, как ни одна другая книга Ветхом Завете. Каждый раз, когда я открываю ее, мое сердце плавится, от нее я чувствую себя прекрасным. Она показывает мне, насколько прекрасен Бог. Возлюбленные, я хочу ободрить вас. «Ожидайте чего-то от Господа». Отец наш, мы любим тебя, и мы нуждаемся в тебе сегодня. Отче, мы хотим, чтобы твоя любовь коснулась нас. Приблизь нас к себе в силе через записанные слова «Песни песней». Были некоторые противоречия, касающиеся того, о чем на самом деле эта книга. Некоторые из вас слушали учения «Песни песни» или «Соломона», а некоторым из вас могли говорить, что это книга о том, как должны выглядеть отношения в браке. Однако я считаю, что просто применять «Песнь песней» к земным отношениям в браке, это далеко не та цель, ради которой нам дана эта книга. А вот почему древние иудеи говорили, что это святое святых Библии. Они не смотрели на нее, как на парадигму для оценки земного брака. Они считали, и я буду учить об этом, что «Песнь песней» — это любовное послание Бога его народу. Это поэтическая любовная история. Танец, который говорит нам о тех отношениях, которые Бог Отец хочет строить с вами и со мной. «Песнь песни» или «Песнь Соломона» была написана царем Соломоном, у которого была тысяча жен и наложниц. То есть Бог явно не желает, чтобы мы использовали жизнь Соломона в качестве примера для земного брака. Возлюбленные. Эта книга не о земном браке. Хотя в ней есть принципы, которые мы можем взять и применить в нашем земном браке. Эта книга о Божьей любви к нам. Она о том, что Он ощущает в отношении нас, как прекрасны мы для Него и как мы касаемся Его сердцем. Возлюбленные. Я ощущаю побуждение в духе и хочу помолиться еще раз. Во имя Иисуса. Бог Отец, мы поклоняемся Тебе сегодня. Благословляем сегодня Тебя, наш Божий Отец Небесный. Мы просим, чтобы Ты пришел и наполнил нас Своей сильной любовью. Отче, пусть ветры Твоего Духа дуют на нас сегодня, когда мы будем разбирать песнь песней «Баруха Шэм», да будет благословенное имя Господне. Ну что же, давайте рассматривать один стих за другим. Я не буду рассматривать сегодня все стихи, я буду рассматривать лишь некоторые стихи, но вы сможете понять всю историю из Писания, которое мы будем читать с вами сегодня. Итак, приступаем. В первом стихе мы видим название книги «Песня песней Соломона». Обратите внимание на то, что здесь дается название книги. Она называется «Песня песней». Когда мы думаем о песнях, то песни касаются наших сердец, не так ли? Вы когда-нибудь смотрели фильм, в котором происходили драматические события? И когда эти события начинают разворачиваться, начинает играть музыка. А когда начинает играть музыка, вы ощущаете драму. Песни касаются сердца. Некоторые из вас могут вспомнить песню, которая напоминает вам о вашем муже или жене, возвращает к подростковым или школьным годам. Определенные песни касаются нашего сердца и оставляют в нем след. Они связаны с чувствами, и поэтому мы запоминаем эти песни на долгие годы, а также те события, которые связаны с этой песней. Эта книга «Возлюбленные» призвана коснуться сердцем. Это очень интересная книга. Как я говорил, «Это одна из моих любимых книг Библии». А все потому, что она уникальна. Иначе говоря, ни одна другая книга в Библии не похожа на песню песней. Давайте посмотрим на свет. Всякий свет начинается в виде белого света. Но если разложить белый свет через призму, то призма разделит его на все цвета радуги. Он начался как белый свет, а потом разделился на синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, желтый. И это показывает нам разные составляющие этого белого света. Все цвета радуги находятся в этом белом свете. Мы можем применить эту же концепцию к Слову Божьему. Вся Библия исходит от престола Божьего. Библия говорит, что Писание не было истолковано случайно. Его писали люди, которых касался Руаха Кадош. Они писали его под водительством Божьим. Вся Библия пришла к нам от Руаха Кадоша, Духа Святого. Но когда мы смотрим на разные книги Библии, мы замечаем другие цвета или другое помазание на разных книгах. Например, когда мы смотрим на определенные книги в Торе, вроде книги Левит, мы видим помазание и ударение на святости Божьей, законах Божьих, справедливости Божьей, как святое отделено от грешного. А если посмотреть на книгу Откровения, мы видим помазание или ударение на то, что будет происходить в будущем. После этого мы можем посмотреть на Евангелие от Иоанна. Это загадочное Евангелие. В нем есть нечто сверхдуховное, в позитивном значении. Это еще один цвет или оттенок помазания. Мы также можем посмотреть на Евангелие от Матфея, Марка, Луки. У них более историческая природа. Каждая книга в Библии исходит от белого света, от Божьего Духа. Но у разных книг Библии разные цвета или разные виды помазаний. Песня песня уникальна. Она больше всех других книг Библии открывает нам эмоциональную сторону нашего Творца. Именно поэтому, как я вам уже и говорил в самом начале, еврейские раввины называют ее сердцем всей Библии. Я хочу попросить вас встать. Вы слышали Слово Божие сегодня утром. Бог Израиля продолжает встречаться с людьми через Мессию Израиля, Иешуаха Машиаха. Не позвольте никому говорить вам, что вы не можете быть евреем и верить в Иешуа. Вы можете быть евреями, верить в Мессию Израиля. Я хочу, чтобы вы знали. Вы можете вступить в полноценные отношения с Богом сегодня. Если вы хотите пригласить Мессию Иешуа в свою жизнь сейчас, то поднимите руку. Поднимите руку. Я буду считать до десяти. Поднимите руку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, и сзади семь, восемь, девять, десять. Дорогие. И в какой-то момент, когда Раби... Когда Раби рассказывал о том, как Бог любит нас, я понял, что это правда. Сегодня я впервые в жизни пригласил Иисуса в свою жизнь, когда помолился вместе с Сыровином. У нас есть два главных персонажа, на которых мы сконцентрируемся во время изучения тайны Песни-песней. Хоть в Песне-песне есть и другие персонажи, мы будем рассматривать лишь двоих главных героев. Царя, в изначальном историческом контексте это был царь Соломон, а второй персонаж, которого мы будем рассматривать невеста Суламита. Это была женщина, на которой собирался жениться царь Соломон. Но не стоит забывать, что это пророческая книга. У нее было значение в изначальном историческом контексте. Но через нее Бог хотел передать нечто большее, любовь к своему народу. Вот как эту книгу толковали древние раввины. И точно так же мы, церковь, понимаем ее сегодня. Церковь — это невеста Христа. Откровение 19 глава. Куда мы отправимся? Возлюбленные. Мы отправимся на брачный пир Агнса. Мы должны применять эту книгу как парадигму для понимания Божьих желаний в отношении Его народа. Он хочет жениться на нас. Это желание находится в самом центре Божьего сердца. И об этом говорит Его Слово. Главный персонаж — царь. Изначально это был Соломон. Но на самом деле это сам Бог, дворец. А второй главный персонаж в книге — невеста Суламита. Она прообраз нас с вами. Мы сконцентрируемся на пророческой составляющей — любви Отца, любви Иешуа и нашем ответе на Его любовь. На том, кто мы для Него и кто Он для нас. Давайте посмотрим на следующий стих. Суламита прообраз нас с вами говорит. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Задумайтесь над этим. Она обращается к Богу, к Отцу, говоря. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Что же это означает? Что стоит за поэтическим языком. А за поэтическим языком стоит желание самых близких отношений с Богом. Она жаждет быть рядом с Ним, жаждет находиться с Ним, ощущать Его, жаждет быть частью Его. Да лобзает он меня лобзанием уст своих. Я хочу, чтобы вы отложили всякие сексуальные образы. Это антропоморфный язык. Бог использует человеческий язык, чтобы передать суть чего-то большего. А на земле величайшая близость между двумя людьми — это сексуальная близость в браке. Но здесь не говорится о чем-то сексуальном. Господь показывает нам свою любовь таким языком, потому что сексуальный язык в моногамном браке говорит нам о самых близких отношениях, какие только могут быть у людей на земле. Она взывает «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Я хочу, чтобы мы поняли, что мы ищем удовлетворения во многом. Многие люди верят в то, что если у них будет другой дом, другой супруг, другая работа, если бы что-то изменилось в их жизни, они бы чувствовали себя полноценными и счастливыми. Я не говорю, что земные благословения не могут помочь нашей жизни. Они помогают. Но в итоге возлюбленные. Каждый поймет, что в этом мире нет ничего, что могло бы полностью удовлетворить их желания. На земле нет такого. Я знаю людей, у которых есть огромные особняки, известные картины, но иногда в этих домах ощущается пустота. Почему? Потому что вещи не могут удовлетворить душу. А почему? Потому что мы были созданы для Бога и только для Него. Вначале Бог сотворил мужчину и женщину по образу Своему. Мы были созданы по образу Божьему, потому что мы были созданы для познания Его. Все очень просто, но это наша задача на земле. Наша главная задача на земле — познавать Его. Это то, чего хотела Суламита. Поэтому она взывала. «Да лапзает он меня лапзанием уст своих». Она хотела этого больше всего. Она сравнивает Его любовь со всем остальным в мире и говорит, «Нет ничего в мире, что может сравниться с познанием любви Отца. Нет ничего в мире, что сравнится с познанием Творца. Нет ничего в мире, что сравнится с близкими отношениями с Богом в нашей жизни». Я хочу ободрить вас. Мы должны сфокусироваться. На иврите это каванах. Иисус говорил, «Ищите прежде Царства Божьего». Мы должны понимать, что единственное, что позволит нам чувствовать себя полноценными, это когда Бог находится на первом месте в нашей жизни, когда мы развиваем эти отношения, постоянно общаемся с Богом, постоянно общаемся с Творцом. Он — наш лучший друг. Мы просыпаемся утром, и первое, что мы делаем, говорим с Богом. Мы говорим с Богом обо всем. В слух, в разуме, в сердце. Мы должны постоянно, как говорит Писание, находиться в духе молитвы. А что это означает? Мы постоянно общаемся с Богом. Он — наш лучший друг. Бог желает приблизиться. Он стоит у двери и стучит. Но Он не может войти, если мы не пригласим Его. Иисус сказал, кто отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним. Она открыла свое сердце, обратилась к Богу. Да лобзает Он меня лобзанием уст своих. Давайте продолжим читать. Далее она говорит, «Ибо ласки твои, или твоя любовь, лучше вина». Послушайте еще раз. «Да лобзает Он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Она вкусила его любовь. И она поняла, что это лучше, чем вино. Она говорит, «Твоя любовь лучше вина». «Я хочу ободрить вас, возлюбленные». Знаете, что если вы поставите Бога на первое место в своей жизни, Он явится вам, и вы вкусите Его. Мы не всегда знаем, когда мы ощутим Господа, потому что Он приходит во времена, когда Он считает нужным дать нам ощутить Его. Мы не всегда чувствуем себя прекрасно. Это не так. Но когда Бог открывает Себя, Он приходит к нам. И тогда Он позволяет нам вкусить Его. Мы переживаем то же, что Суламита. Это лучше вина. Я помню, как недавно пришел домой с работы. Я устал. Я ощущал слабость в теле. Мне было тяжело. Мое тело устало. Я лег на диван и начал слушать музыку поклонения. Возлюбленные. Дух Божий пришел ко мне. Это было невероятное переживание Духа Божьего. Я знал, что переживал любовь Божью. Ее невозможно спутать с чем-то еще. Я помню, как говорил с Богом во время всего этого. Я говорил, «Боже, это намного лучше вина, намного лучше всего того, что предлагает этот мир. Это так прекрасно, так драгоценно». Господь просто окунул меня в свою нежную любовь. Это было невероятное переживание. И в этом вся суть песни песней. Она говорит нам о том, что мы можем пережить Бога. «Да лапзает Он меня лапзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина». Она пережила это, и она хотела пережить это снова. Она хотела больше этого. Она взывала к Богу, чтобы пережить Его красоту и любовь. Ну и в завершении выпуска мы вообще-то только начали этот цикл. Я хочу сказать вам, драгоценная церковь Господа. Бог реален. Это не религия. Мы призваны к отношениям. Библия говорит, что Бог награждает тех, кто прилежно ищет Его. Иешуа сказал нам в Евангелии от Иоанна 14 главе, что если мы будем любить Его, Он придет к нам и явит нам Себя. Он с Отцом. Сотворит обитель в нас, чтобы мы могли жить в Нем. Он в нас, а мы в Нем. На следующей неделе я буду говорить о тайне, о которой некоторые из вас никогда не задумывались. Мы углубимся в изучение песни, песни, песни. И теперь, Отче, я молюсь о том, чтобы Ты открыл Свою красоту Своему народу. Я прошу, чтобы Ты послал Своего Духа в волнах славы, красоты и любви. Боже, я прошу, чтобы Ты благословил нас и позволил нам ощутить Тебя. Дыши на нас, Дух Святой. Яшуа пришел в конце Евангелия от Иоанна в комнату, где находились ученики, и дунул на них, сказав, «Мир мой даю вам. Отче, дуй на свой народ. Откроем тот факт, что они могут пережить Твою любовь, Твою реальность в их жизни. Отче, мы благословляем Тебя во имя Яшуа Хамашиаха. Возлюбленные, пусть Бог благословит вас и шалом». Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Как Бог восполнил все нужды Израиля во время Исхода, так и Иисус восполнит все ваши нужды сегодня. Присоединяйтесь к нам в следующем выпуске. Возлюбленная Бог дал мне дар прорыва, но для создания возможности прорыва нужны деньги. Вот почему я хочу предложить вам стать ежемесячным партнером передачи «Узнавай еврейского Иисуса». Есть множество людей, которые еще не знают о Господе, и мы не сможем достичь их без вашей помощи. Если Господь благословляет вас через это служение, если вы верите в то, что мир должен услышать те слова, которые я говорю, и что они могут помочь людям, то я хочу попросить вас стать партнером Господа через нашу передачу. Я уверен, что за все, что мы делаем для Царя Иисуса, нас ждет награда. Когда ракета взлетает с Земли, ей нужно пробиться через гравитационное поле, чтобы достичь невесомости. Точно так же, возлюбленные, есть вещи, которые мы с вами должны сделать, чтобы обрести свободу Высшего. Иисус сказал, «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Чтобы потерять свою жизнь, жить в жертвенности, давать, мы должны пробиться через сопротивление жадности и эгоизма. «Возлюбленные, я хочу, чтобы вы применяли этот принцип в своих финансах. Вам может казаться, что я просто прошу денег, но я делюсь с вами истиной. Я скажу так, все мы должны давать и чтить Господа своими финансами. Если это служение было благословением для вас, то сделайте жертвенный дар Господу через программу «Узнавая еврейского Иисуса». Спасибо. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои смс-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.